Привет зритель! Как бы должен быть обзор моих фаворитов лета. Ну и так как у нас первая часть июня и то, что я там в деревне еще была, была довольно прохладная, то я ходила более-менее в двух-трех там это шмотках. А тут что-то пошла жара, я как раз скоро в деревню собираюсь. Я, значит, залезла, думаю, что у меня вообще есть. Я сначала думала, что у меня только две футболки, ну три футболки, одна из них садовая. А тут залезла, думаю, вау, у меня есть еще футболка, еще что-то, еще и еще. Ты зачем очешник-то? Я хотела ее показать тебе, она удрала. Короче, у меня тут есть сарафан. Я понимаю, что его надо бы как-то погладить, но я все, что висела, сняла. Потом я еще в сад пойду, поэтому как бы. Да, у меня тут есть не то, что сарафан домашнее, платье. Мне тогда еще говорили, что это, ну, оно выглядело, как называлось, ночная сорочка. В комментах писали домашнее платье. Кто-то говорил, что домашнее платье, кто-то говорил, что сорочка. В общем, я в нем дома шастую. Ты меня в нем видишь периодически, на монбангах осеях смотришь. Во, я думаю, ее, наверное, в кадре-то видно. Зачем ты меня за палец-то кусаешь, а? Жук ты на поздний. Сегодня у кого-то хорошо не разбила. Долбанула вазочку, в которой литр воды, наверное, был. И пиончики сидели. Чучело ты. Чучело. В общем, вот, такое платье, там, сзади, изменичка. Ну, как бы, это сарафанчик. На велике в нем, конечно, не проедешь, но это... Можно как-нибудь выгуляться. У меня еще есть новая рыбка, которую еще ни разу не одевала. Собралась выйти в ней на улицу и поняла, что что-то слегка прохладно. И в итоге вышла в чем-то другом. В общем, вот, сарафанчик. Ну, этот прикид, я думаю, ты помнишь, еще с 2019 года я и то, и другое покупала специально перед поездкой в Абхазию в начале лета. Кстати, то было изо льна. Сарафанчик. Это тоже лен, и это тоже лен. Кофточка. Ну, как бы, можно это, заправку сделать, но мы будем как хики. Точнее, как хиппи. И я ее наношу и с джинсами, и с чем-то другим. И вот сейчас будет другая юбочка вместе с ней. Вот. Там, кстати, у меня есть босоножки и пара кроссовок, и еще кеда. Это все из новой обуви. И я ее, наверное, уже потом в конце видео покажу отдельно. Потому что я хотела все это садить на себя, но кроме пацанушек, все остальное в нем жарко. Сейчас жарко, жарко. Я даже не знаю, сколько у меня жарусов в комнате. Новая юбочка фирмы или производителя Манго. Купила после того, как Юля Черемис-Чемериско-ручек. После того, как одна Юля, которая меня по большей части хейтит, сказала, лучше бы пойду купила вот этой фирмы на Вайсбрис. Я пошла на Вайсбрис. Смотрю, там такая красивая юбочка. 500 с чем-то рупий. Она как бы вот повыше можно сделать. Да, ее тоже надо бы погладить. Пониже можно взять. Хотя нет, я ее гладила перед тем, как вот последний раз одеть и думала, вот я про нее как раз говорила, хотела бы мне вот так вот пойти. Но потом оказалось, что что-то там более прохладно, чем я думала. В комнате у меня 26 градусов, я только что глянула. Я сейчас эту юбочку примерю с чем-нибудь другим. Потому что у меня там еще есть одна футболочка, которую я покупала, кажется, в начале года, вот как раз на летом. Я как раз про нее совсем забыла, хотя уж одевала один раз или два. Юбочка, кстати, хлопок. Вот такая футболка самая, я не помню, ее отдельно обозревала или нет. Но она какой-то синтетический материал такой, что... Я думаю, ее можно заправить. Прям вот так. Прям при тебе заправить. Я вот не помню, у юбочки-то вообще есть день за, вперед. Так, вот день был шов. В общем, можно сделать вот так. Да, и пока она мне сейчас нет. Если кого-то это очень сильно беспокоит. Ну-ка. Можно чуть-чуть пути. И она не сводится. Я думаю, что эту футболочку лучше с какими-нибудь джинсиками одевать. Или вот у меня там есть штанишки-велосипедки, а не велосипедки, как они там капли-хрен за. Ну, короче, на них на велике удобно ездить. А с этой юбочкой, наверное, надо что-то другое. Ну, вот такой как бы вариант. Да, я сейчас вот с новыми босоножками, в которых уже шастую довольно приличное время. Ну, я в них в дерьмо ехала. Вот так вот, думаю, можно. Я потом отдельно их уже без ног покажу. Ну, в смысле, вне ноги. Так вот, вблизи, чистые эти босоножки. Вот эти мои джинсы. Допустим, если бы она была короткая. У меня платочка еще какой-то лежит. Сзади кармашки. Спереди кармашки. Зеленый ремешок. Ну, вообще, по-моему, я хожу немножко с другой футболкой. Потому что я про эту совершенно забыла. И сейчас я тебе продемонстрирую, как обычно это бывает. Вот, я думаю, ты помнишь эту футболку. Подарок от подписчиц. Надень варенье. По большей части я так и шастую. Если на велике еду, то я чуть-чуть джинсы подгибаю. Потому что есть шанс, что оно попадет там, куда ни надо. Чисто для спокойствия личного. Потому что они немножко ближе к низу широковастые. Чуть-чуть широкие. Все, вот. Пум. Пум. Вот так я ездила в деревню в последний раз. Ну, в смысле, я когда на ПМЖ приезжала. Ту футболочку мне подарила подруга моей мамы с Надень варенье. Человек, который всегда угадывает цвет, который мне нравится. Хотя я подозреваю, что многие уже знают, какой мне нравится цвет. Только я сама потом удивляюсь, что как-то люди поняли, что этот цвет мне нравится. Она такая свободная, легкая, хлопковая. Садовая футболка. Ну, почему садовая, как бы, я в ней и так езжу, там, ну, допустим, можно в Идре поехать. Можно в деревню поехать, можно еще куда-то прокатиться. Но можно и в сад, если вдруг она случайно испачкаться, то ее не жалко, приехал домой простернуть. У меня там, как бы, есть специальные такие штанишки, которые на переодевку. А футболка, я хотела что-нибудь взять и потом думаю, блин, ну, как бы это. Есть вот такая футболка. Чисто на ПМЖ в сад ее отправлять жалко, потому что я в ней хожу. А так, ну, если ее испачкаю, что на ней, в принципе, даже особо, вот на воду какую-то, пятно какое-то не очень будет видно. Возличие от черной, плотная, жалко ее, я ее в любом снимаю. Но на черной, в принципе, тоже при случае может не видно быть это вот пятно какое-то, от воды. Вот сиреневую жалко будет вообще. Вот. Вот такой еще вариант, прикидывая. Вот так еще можно. В этом я и езжу в сад. Сегодня я ездила купаться в первую жизнь. Ну, как это, в моем плане купаться, просто лежать в воде. Но с сиреневой футболкой, которую я сейчас тоже одену. И вот так вот, такой прикид. Я думаю, сюда подойдет и черная футболка при случае. Они даже еще не совсем высохли, потому что я их одела потом на мокрый купальник. И пришла домой, я подушка и выхожу на змеевик. Он дам резиночка намокла малость. Вот. Вот так я ездила сегодня вот как раз купаться. Но можно так же просто еще куда-то съездить. Как раз, когда я собиралась прокатиться, прокупаться, доставала купальник, и вспомнила, что у меня, кажется, есть еще что-то, еще что-то. Вот. Ну да, вот они такие. Не с прошлого года еще. Там еще были черные, но черные у меня в деревне, и они такие уже очень быстро пришли, как там негодные, дырочку такие стали. Да, вот босоножки такие, они на платформе, на липучках, на любую полноту ноги. 35-го размера. Очень удобные такие, кроссовкового типа. Ну, я их потом просто вблизи уже покажу, чисто так, камеру на них наведу. Еще одно минуное платье, правда, подъемник у него из какой-то синтетической фигни. Я сейчас долго вспоминала, как я его одевала, была ли там какая-нибудь змеечка, не была. В общем, в итоге я не прямо была, не была. И нацепила так, как есть. Он длинная. Хиппи-хиппи. У него еще есть пояс, но тогда, я помню, мне что-то как-то родственники забраковали этот пояс, и я сама как-то его тоже не ношу, и он мне там лежит. Им вполне можно поиграть с кошкой. Вот. Ну и последний прикид, сарафанчик. Он тоже покупался в 2019 году. 20, 21, 22. Вот четвертый год, можно сказать, пошел ему. 12, 20, 21. Три лета я в нем подходила. 22. В общем, четвертое лета пошло. Так-то его можно, этот, вот так делать. Еще. А больше части я ношу вот эти рамочки, убрав вниз, и просто вот так. Вот так где-то. Это, наверное, все из шмоток. Я, может быть, еще что-то у меня есть, и я забыла, но вот, в принципе, я вроде все-таки, по большей части комбинации, которые возможны в моей фантазии, я выдала тебе зритель. Ты можешь там, если что, мне что-нибудь посоветовать. Допустим, желтую юбку с чем-то там другим. Может, желтой юбке что-то надо купить. Леня, купи какую-нибудь желтую футболку в желтой юбке. У меня была желтая футболка. Одну я, по-моему, отправила на тряпки, другая, я не знаю, в деревню она или отправилась, тоже на тряпки. Вот. Не прощаюсь, а вот еще обзор такой обуви. Перешла я вот в такое положение. Я решила еще обозреть то, что как бы тоже летняя обувь, пусть не совсем новая, а некоторая вообще прилично древняя. Но она вполне еще ничего, иногда я ее тоже юзаю. Так-с. По-моему, я ее год назад покупала. На Вайтберис. Потому что у меня тогда были какие-то лодочки, и они подохли. Вот. Ну и такая же еще одна. Хочется сказать, тут какие-то дурацкие бантики, но пусть лучше бантики, чем дурацкие стразы, которые отвалятся через 5 минут. Маломерки 38 размер, у меня 35. Этим, наверное, даже больше, чем 10 лет. Об них один из животных потащил когти, я только сейчас увидела. Тут даже цветочек благодаря одному из животных отваливается. Я очень раньше любила ходить на платформе, вот на такого типа. У меня были босоножки, и если они ломались, а то потом я покупала вот эти на смену другим. Еще были на более высоком каблучке. И еще чуть-чуть, вот так вот, на пару сантиметров выше платформа была. А потом я в них стала ходить только после того, как один выродок толкнул меня на асфальт, подойдя сзади и схватив за шею на себя. Это у выродков считается чуть ли не признание в любви. И для многих девушек, которые тащатся по таким выродкам, это было вообще вау, супер. А мне этот ублюдок повредил колено. И после у меня пошли ножные судороги подколенные, и я могла ходить после таких ситуаций только на платформе. Поэтому босоножки на платформе я в последнее время юзаю, только вот когда у меня случится такая подколенная судорога. Случается она у меня по большей части связанная с усталостью или как предтеча приступа эпика. Вот здесь вот цветочку повезло лучше. До него и даже тапочки. Когти, алиски не добрались. Мне обычно в шкаф лазал тишка, но я пару раз замечала, как она туда залезает, и что-то там делает. Вот что, цветочек отсобачила. А то можно его при случае приклеить каким-нибудь там клеем. Так-то он особой роли не играет. Вот эти реально 35 размер, никакие они маломерки. Такие хорошие. Я как бы не люблю негатив толкать в своих видео, но вот такая вот как бы связь, чтобы объяснить, почему в них. Хожу тебе реже. Босоножечки, которые я покупала в 18-м году в Ярике. Не помню, как магазин назывался. Они тогда были нового привоза, и там на всю обувь был последний день скидка полцены. Вот за полцены я их покупала. Эрсакс, или что-то такое тут. Тут как бы как-то выцветено. Ну, в смысле, нарисована краской, но больно мелкая, мне не очень видно. Они джинсовые, они очень классные. Мне сначала казалось, что у них слабая резиночка, но на самом деле очень даже хорошая. И им уже, смотри, зрители, я весной в 18-м году качество покупала. 18-е лето, 19-е, 20-е, 21-е. Вот 5-е лето я в них буду ходить. У них как бы такая высокая подошва, можно даже сказать, легкая платформа, но без каблука. И кроссовки, которые я покупала в 2014-м году в Ярославле, Центр Обувь. Они все еще хорошие, все еще живы, все у них хорошо, но у них тонкая подошва, и если идешь по мокрой траве, то ноги сразу сцереют. После чего я в этом году купила внезапно две пары кроссовок. Оранжевые шнурки. Салатовая внутренность, фиолетовая шкурка. Сейчас я тебе покажу новую пару обуви, которая на мне уже была в начале ролика, вблизи. Вот они такие. У них такая массивная подошва, платформа. И если вот идешь по мокрой траве, то ноги сухие, я в них в деревне шастала. И если у них, во-первых, их можно надеть с носочками. Я как-то в сад прискакала, и мне близкий родственник говорит, да, ты с голыми ногами. Я говорю, не с голыми, а с носочками. Можно надеть какие-нибудь носочки, джинсики, и нормально. А так можно, соответственно, на голову ногу, как я хожу. И они, даже вот когда ногам вечером вроде как в другой какой-то обуви может быть холодно, а в них тепло за счет того, что высокая такая платформа. В общем, вот тут, вот оно реально на любую полноту ноги можно зацепить, закрыть. И здесь также очень удобные застежки. Тут вот ремешок, ну как бы такая, не то чтобы резиночка, не резиночка, но при случае, вот, можно отстегнуть, и если там что-то как-то подрегулировать. Ну и тут тоже закрывается на липучку. Вот. Очень классно, такие мне очень нравятся. Кеддо. Вот, чтобы ты видел, это кеддо. Вторая аналогично сделана. Ну и сейчас я принесу еще те, другие три пары новой обуви. И кроссовочки. Я заказала тогда на Viberse очень много кроссовок. Сначала заказала одни, они мне не подошли вообще. И оказались даже не кроссовки. Будто носки на какую-то платформу приклеили. А потом заказала несколько пар, и пришли все, кроме одной пары. И я думаю, ну блин, та, которая хотелась мне, пришла позже. И я выбрала те, которые мне тоже нравились. Но смучал сначала, что вот они белые такие, тут. Желтая вставка. Такая радужная еще хренотень. И они такие, они чуть-чуть не свободны, но можно сунуть толстый носок, и они довольно теплые, даже если просто по тонкому носочку. Вот. Я на них шастала в начале лета, в конце весны. Ну да, уже такая немного нечистая подошва. Они как бы тоже маломеркие. Какой тут размер? 38-й. А ты, если забыл, то у меня 35-й. Я купила себе кеды, потому что у моих кед вот здесь, вот на одной порвалося вверх материалы. Они сейчас в саду, как, ну, Ламена вот чисто приехал. Переоделся. Оно похоже на замшу, такая искусственная замша, материал. Мягкие такие, удобные, очень легкие кеды. Синий-черный, скажем так, вот. Ну и те розовые кроссовочки, которые пришли позже, они не маломеркие. Я даже не знаю, где тут размер. Да, они как раз вот именно не маломеркие, 35-й размер. Розово-фиолетовые, сиренево-фиолетовые такие, с персиковыми шнурочками по цвету, такие вот. Я их когда мерила, я думаю, блин, они мне так нравятся. Хочу взять, у меня уже есть кроссовки. Зачем? Ну, первый случай, когда я, собственно, желанию покупаю вторую пару обуви подобную. И мне, ну, позвонила родственница, я говорю, вот так и так, она, ну, а что, купи. И написал приятель. И, в общем, я потом еду на велике в гарнитуре, я говорю, слушай, такое счастье. Такие розовые кроссовочки. Я прямо в них потом и уехала. Глянь, они так вкусно пахнут, но это ненадолго. Вот это вредина-то. Но они все еще вкусно пахнут. Руита называется. Кошка, сейчас приду и пожрем вместе. Хотя она тут сплакивалась, что я везде где-то шастую, а она не может на мне посидеть. Только сегодня села суп варить, резать там зелень. Она такая прык. В общем, вот такие кроссовочки. Ну, и те пацанушки, которых я вот сейчас шастую. Всем спасибо за просмотр. Вот такие у меня шмотки, можно сказать, фавориты обуви и одежды. И вот там есть еще несколько пар обуви летней, но оно не то, что вот фавориты. А вот эти, если было много ног, я бы все одела. Абула, точнее. Всем спасибо. Всем пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.